Из Непала новый привет к вам. Вы все знаете, что существуют такие старые чаши, кто занимается. И в чем их феномен? Оказывается, таких металлов сейчас на планете уже практически невозможно найти. Здесь, во-первых, их не три, как в современных чашах, а семь минимум. И сами по себе металлы имеют абсолютную чистоту. Это позволяет пить из этой чаши, и вода будет наполняться этими микроэлементами, активизироваться и будет более полезна для нашего организма. И есть также из этой чаши, и еда тоже будет заряжаться и активировать все свои элементы, полезные для нашего тела. И вот в этом кардинальное отличие. Кроме как с такими чашами старыми, больше нельзя ни в каких чашах такое делать. Потому что все современные чаши, все металлы нечистые. То есть там есть примеси, они отравленные, и, разумеется, из них нельзя ни пить, ни есть. Поэтому, когда мы болеем или плохо себя чувствуем, надо почистить организм, например, или еще что-то. Вот у меня на эту тему было личных опытов огромное количество. Когда заливаешь воду, на ночь настоял, утром выпил, и чувствуешь, пошло исцеление. Организм по-другому начинает работать. Очень просто. Если вы еще играете, тогда старая чаша – это такой усилитель вашего намерения. То есть вы играете, вы думаете о том, что вы хотите в жизни обрести, или медитируете на это, или проговариваете, или пропиваете это. Вы выпиваете потом воду, которая в чаше находится, и это реально работает. Ну, никакой логики. Может быть, в этом нету научной, но это реально работает. Вот именно со старыми чашами. Вот с таким вот мягким, глубоким звуком. Он не громкий, его недалеко слышно. С этим звуком не поработаешь коллективно. Но для личной работы это хай-левел. Это самый крутой инструмент из мира чаш, который сейчас, на данный момент, можно найти на планете.